Добрый вечер, друзья, знакомые и незнакомые. Спасибо большое, что пришли сегодня сюда послушать меня с моей попыткой новой лекции, которая как-то совсем не вкладывается в те лекции, которые я обычно рассказываю про несбывшуюся Ленинград, про транспорт несбывшегося Ленинграда и экскурсии тоже про несбывшуюся Ленинград вожу. Тут как-то почему-то давно хотелось про монеты и про игровые автоматы поговорить, и так получилось, что теперь же друзья из музея игровых автоматов вышли у меня, как Мишанин, не почитаешь ли у нас что-нибудь? То есть конкуренция у РНБ меня потихоньку разбирает. Я говорю почитаю, а что? Ну, я рассказал про несбывшуюся Ленинград, еще там про что-то говорит, а еще? Я говорю, ну давайте про игровые автоматы что-нибудь. О, давай. В общем, в итоге премьеры сегодня здесь, а не игровых автоматов. Ну, сейчас вот коллеги здесь сидят на первом ряду, они меня сейчас послушают, скажут, ну нафиг, не приходи. Ну, посмотрим. Сразу прошу прощения, какие-то могут быть неточности, там, не знаю, накладки, где-то я могу плавать, еще что-то. Поэтому смело меня исправляйте и задавайте какие-то вопросы, я на них, если не отвечу, то найду того в зале, кто сможет на них ответить. И чтобы меня хоть чуть-чуть было, уже стандартная такая штука, чтобы меня хоть чуть-чуть было интересно слушать. приглашение Музея Игровых Автоматов, Советских Игровых Автоматов, насколько, на двоих, да? Да. На двоих, да. Чтобы совсем было интересно слышать. Это вот спасибо друзьям из Музея Игровых Автоматов, они принесли эту штуку, отдам ее за какой-нибудь хороший вопрос, на который я смогу ответить, естественно. Потому что... Можно с вами попасть? Нет. В общем, вам нельзя. Ха-ха-ха-ха. Вам, Максим, нельзя. Вы так... Вы лучше меня все знаете. Поэтому... Я хотел спросить, есть ли тот вопрос, на который ты не смог ответить? Есть. Но я вам его не скажу. Ну, поехали. Оп. Что будет к номер два? В эту сторону. Попытаюсь сегодня рассказать что-нибудь про Игровые Автоматы. Не только про Советские, но и откуда они вообще, в принципе, наши родные и любимые взялись. Не автоматами игровыми едиными, какие еще автоматы были и есть. И третья часть это Монеты и жетоны. Хоть и названа лекция Монеты и автоматы, но как-то так получилось, что до Монеты и жетонов, я надеюсь, в третьей части дойдет рассказ. Обычно у меня какие-то лекции затягиваются. До девяти часов вечера работаю. Уложить. Во сколько мне надо закончить? До девяти. До девяти? А, с пятнадцати девяти. Отлично. Здорово. Начали уже чуть позже. Нормально. Как раз. Не очень много кадров. Третий подход про игровые автоматы. Фотография, которая, наверное, те, кто родился, как и я, в семидесятые, фотография где-то из восьмидесятых, у меня полное ощущение, каждый раз, когда я вижу первый раз, у меня полное ощущение, что кто-то из этих пацанов я. Потому что у меня однозначно была такая же вот курточка какого-то мальчика и шапочка, наверное, примерно такая же. Вот. Это где-то, наверное, примерно те же там, не знаю, 86-87-88 год, я уже, наверное, чего. Ну, примерно такого же возраста и был. И, опять же, напомню, это сейчас у нас у каждого там, не знаю, сто пятьсот телефонов, сто пятьсот планшетов в карманах, ноутбуки какие-то, телевизоры, каналы, еще что-то, еще что-то там, Телеграмы, Ютубы и прочее. В 80-е годы не было ровным словом, делом, вообще ничего не было. Даже Спектр мы появились, и то через несколько лет после этого. Я уже не говорю про Дэнди, которые появились уже только в 90-е. И прочее, прочее. Поэтому для молодежи, для детей единственным, наверное, развлечением и таким серьезным развлечением были игровые автоматы. И нам, детям 70-х, 80-х, казалось почему-то, что они были всегда, но на самом деле это не так. Появились они буквально в начале 70-х годов. Тут обращу внимание на фотографии. Это ленинградская фотография с аппаратами «Снайпер», «Телеспорт» и «Морской бой». Про них подробнее расскажу, естественно, чуть позже. Это аналогичная фотография 80-х годов. И ребята все очень похожи на тех, которые были на предыдущих фотографиях запечатлены. Но это Калифорния. Наши американские друзья, те же 70-е и 80-е, играли в точно такие же аппараты. И, собственно, теперь же ни для кого не секрет, что появившиеся в 71-м, потом и в 74-м, и в 76-м, я объясню почему. Советские игровые автоматы были зачастую клонами, прямыми, а зачастую брали за основу какие-то импортные аппараты и делали из них наши. То есть, к сожалению, сами мы почти ничего не придумали. Те же 80-е в Канаде тоже аппарат, но уже не игровой, а торговый. Торговый аппарат по прокату ВХС-кассет. И у женщин в руках, если приглядеться кредитная карточка, она собирается им расплодиться. Это так вот, чтобы была небольшая разница. У нас ребята играют на электромеханическом аппарате «Морской бой», а здесь уже, собственно, кредитные карточки. Ну ладно, еще к торговым аппаратам. Вернемся. Пока вспоминаем, во что же мы играли до того, как у нас появились игровые аппараты. Это, конечно, в 94-й год, вряд ли мы, конечно, в это играли, но, тем не менее, какой-то мини-бильярд, какие-то настольные игры, естественно, в футбол. Проводили много времени на улице. Это я все к тому, что современная молодежь, наверное, будет играть в свои телефончики и как-то неведомы, наверное, те чувства, которые искупили мы, когда приходили в залы игровых автоматов. Так вот, как это все началось в нашей стране? Началось это все с огромной выставки «Апперацион 71» в 1971 году, которая прошла в Москве в двух парках. «Парк культуры и отдыха». Были представлены практически все европейские страны, Америка с Канадой и Японией. И привезли производители всякого разного аркадного оборудования огромное количество игровых автоматов, аттракционов и вообще всевозможного развлекалого. И, соответственно, широкой публике это было представлено. Каждый день выставки в Москве посещало огромное количество людей. Пользовалось это все безумной популярностью. И как раз тогда, если с аттракционами в нашей стране уже, в принципе, мы прекрасно знали, что такое аттракционы, сейчас я покажу, наверное, на фотографиях, то игровые автоматы нам были до 1971 года неведомы. Журнал «Техника молодежи» за 1971 год, выставка проходила в июле-агусте, летом 1971 года, журнал «Техника молодежи» номер 11, номер 12, то есть за ноябрь, за декабрь, по несколько страниц было уделено как раз рассказу и показу того, что представили чудесного на этой выставке. По итогам этой выставки, вот, соответственно, фотографии... Будь здоров! Фотографии аттракционов, которые были привезены из Штатов и из Японии. По итогам этой выставки «Аттракцион 71» были закуплены образцы оборудования и больших контрактов на поставки, на которые, в принципе, рассчитывали наши иностранные коллеги, не произошло. То есть предполагалось, что они привозят сюда огромное количество образцов своего оборудования. Советское правительство восхищается, говорит, о, как здорово, давайте заключим договор на поставку, что они будут весело поставлять, мы будем весело покупать, устанавливать во всех городах. К сожалению, этого не произошло. Мы ограничились тем, что купили, ну, практически все, наверное, то есть практически ничего не вернулось обратно, и на этом успокоились и начали просто планировать и выпускать. История эта не единична. Примерно таким же образом мы поступали с автомобилями. Подавляющее большинство автомобилей, которые выпускались в нашей стране, это были клоны американской или европейской техники. Буквально несколько исключений из этого есть, когда мы действительно покупали у американцев «ГАЗ-АА» «ГАЗ-АА» и у итальянцев «ФИАЗ-124». Это отдельная история. К вопросу о том, что аттракционы в нашей стране были и до 1971 года, Артём однозначно знает это место. Это парк Победы, видно с Бузнецовской улицы. Это фотография 1961 года. Здесь представлен один аттракцион, но в принципе, как я повторяюсь, аттракционы в нашей стране люди видели. Аттракцион «Автодор». Смотрим на год, это 1935 год. Фотография наша ленинградская. Сделана рядом с нынешним зоопарком, где, собственно, до 1941 года находились американские горы и места, где были аттракционы. То есть машинки, в принципе, про образы тех электрических машинок, на которых мы все любили кататься. Автодром в детстве, я надеюсь. Но вообще, в принципе, про игровые автоматы и про машинки это всё, наверное, такая больше мальчиковая история. Да, ну ладно. Нет? Вот мне интересно было... Да, конечно. Выгонять вот на этой машинке, в которой вещи перевариваются. То есть девочки тоже играли во всё это. И в морской бой. А в морской бой. Пахло, когда ты улыбнешься. А сейчас... Кстати, да. Там есть билет. На резиночку понюхать. Машинки из 1935 года. Эти же машинки из 1939 года. К сожалению, фотография не ленинградская фотография, а московская. Понятное дело, что машинки не на электрической тяге, а на педальной тяге. Но, тем не менее, вот, дети устраивались соревнования, даже катались колками. В принципе, если аттрагироваться, то на автодрон действительно очень похоже, разве что электрической тяги нет. Тот же 1935 год. Некий аттракцион-лабиринт. На заднем плане Петробаловская крепость. Ну и, собственно, сами американские горы, которые появились еще в начале 20-го века, несколько раз перестраивались и присуществовали до сентября 1941 года, когда под одной из первых бомбежек они, к сожалению, погибли и сгорели. Это тема, наверное, для отдельного рассказа. Но, тем не менее, к 1971 году, ну, как минимум, четыре десятка лет, больше четырех десятков лет аттракционы в нашей стране были. Опять же, все равно немеренный восторг и восхищение вызвала именно вот эта выставка 1971 года. Все те же американские горки. Я совсем быстро бегу по кадрам, надеюсь, все успевают рассмотреть. Ну и, естественно, автодрон. Оп, оп, Ксюша была права смотреть за краем. Естественно, автодрон. 88-й год. И двигаемся дальше. Наконец-то, наверное, все-таки переходим к тому месту, где, наверное, больше всего было игровых автоматов и аттракционов у нас. Но место, по-моему, вполне виноваемое, да? Дококирование. Угу. Два павильона у Дококирова, это 1972-й год, на фотографии 50-летия Советского Союза. 22-й-72-й. Павильоны появились в 68-м году. Продолжали быть игровые аппараты и аттракционы. И фотографии 88-го года тоже вполне себе замечательные. Они существуют. Ну и наконец-то мы дошли до игровых аппаратов. Да. Сразу такое небольшое оживление хотя бы по лицам. Все же играли, правда? Да. Секрет, как выбить все десять, кто знает? Да. Да? Точно? Работает? Работает. Правда? Здорово. Мне тут просто рассказывали товарищи подписчики в моем канале в Телеграме, что если взять пьезозажигалку и этой пьезозажигалкой вот сюда в монетоприемник, включается аппарат и играет. Я говорю, это, я так понимаю, такая городская легенда какая-то? Нет, говорит, мы дети в 80-х всегда так делали. Вы, наверное, просто... А где зажигалки не курите? Дети в 80-х. Где зажигалки? Я честно, я честно спросил на экскурсии и честно спросил сейчас. У меня нет без зажигалки. Я в очередной раз три недели назад просил курить, у меня вообще никогда не зажигалка не было. Поэтому никак не проверить. Да нет, надо не запускать. Да вот мне тоже не запускается. Я не вижу причин для того, чтобы оно запустить. У меня с халатом, который 5 рублей надо было закидывать. У меня это работает в начале 2000-х. А здесь монетоприемник по-другому укроет, а другие принципы физически. Ну вот мы дойдем, надеюсь. Да, дойдем, монетоприемник. Аппарат «Морской бои» выпускался с 1974 года с серпуховским радиотехническим заводом, который в принципе в обычное время до и после производства этого аппарата выпускал военное оборудование. В общем-то так получилось, что в 1971 году, когда закупили мы эти образцы аппаратов, то подумали-подумали и решили, что кто-то же должен, какие-то заводы же должны эти аппараты выпускать. И в качестве нагрузки выдали заказы на изготовление аппаратов заводам, специализирующимся на выпуске военной техники. Ракет, разного рода оборудование, вооружение. И действительно, по всем заводам раздали заказ наряды, и заводы более-менее неисправны за несколько месяцев, например, снайперу, по-моему, за 7 месяцев, что ли, разработали и начали выпускать. Сначала 46, потом 460, и потом вышли на проектную мышцу. Проектная мышца, не знаю, где-то около 1000. До снайпера, надеюсь, еще дойдем. Наверное, самый известный аппарат. И вот правильно заметили, вот этот запах резины, по-моему, его помнишь, даже если не работаешь в музей. Даже если не так часто играешь, как в детстве. Но ощущения были, собственно, здоровские. Ни в ту сторону, виноват. Ну, картинка тоже известна. И вот этот вот звук. Пшшшшшшшшшшшшшшшшш, и потом так. Всегда нам было интересно, как же он там внутри работает. Но вскрыть его... Не знаю, у меня трехгранника не было, а может трехгранником же тоже открывается? Нет, трехгранником нет. Там отдельный ключик. Трехгранник у меня позже появился, когда уже аппаратов не было. Всегда было интересно, не знаю, во всем случае мне было интересно, как это работает. И у меня была стопроцентная уверенность, что вот то, что мы видим в перископе, и то, что видим там, не знаю, папа, манта, которые с тобой пришли и смотрят в окошки, или там друзья твои, то это все находится действительно перед нами. Мы управляем действительно вот этим светящейся вот этой вот торпедой, которая торпедирует там как-то, плавают кораблики. На самом деле все не так. С помощью нескольких буквально зеркал. Если внимательно посмотрим. Вся конструкция расположена вертикально. Вертикально и возле наших ног. Кораблики плавают вот здесь, в самом низу. И вовсе они даже не плавают, а вот здесь прекрасно видно. Здесь такая велосипедная цепь. И на этой велосипедной цепи кораблики эти движутся. Зачем, да? Я сделал вам больно всем, правда? Да, как теперь с этим жить? То же самое. Повторяю. Кораблики не впереди далеко, а снизу прямо у нас под ногами. И Дед Мороза тоже, Максим, не существует. Я вот додавливаю просто. Додавливаю. Из интересного у этих аппаратов, соответственно, всегда, не знаю, мне почему-то не хотелось. У меня как-то были 15 копеечные монеты, я их бросал и играл. Почему-то все говорят, что очень хотелось как-то поиграть на халяву. Не знаю. Не знаю, может меня воспитывали, просто по-другому. К вопросу о халявности. Самый простой, наверное, способ, это как Цой в игле просверлить. Ну, нужно же еще было где-то найти дрель. Маленькое сверло, там, троечку, наверное, или двоечку. Как-то это дело просверлить еще, чтобы монетка не погнулась, наверное. К ней еще что-то привязать. Это леску тонкую. Ну, вот на экскурсии, кстати, сходите, ребята, на экскурсию. Воу, привет! Сходите в музей, ребята, на экскурсии. Это не реклама, ни в коем разе. Это просто вот, чтобы вот свои вот эти... Экскурсия, я думаю, может, кстати, на халяву попасть. Да, стоимость билета. А если прийти, так походить и... Нет, не получится. Черт, черт. А, это у меня так получилось, поэтому... Простите. Вот. Сходить на экскурсии, они... Я вот здесь на картинках показываю, а там прям подводят тебя к аппарату и так... Сейчас мы будем делать тебе больше нас. И показывают, как оно там все швелится. Вот. Самый простой способ, да, вот я сказал, это, наверное, на леске и туда-сюда монету. Поэтому... Союз Аттракцион, собственно, люди, которые смотрители за этими аппаратами были, делали что-то такое V-образное, чтобы эту леску в тот момент, когда она обратно... То есть, либо заточенное V-образное нечто, либо каким-то образом, не знаю, лезгия Нева, чтобы леска обрезалась и монета все равно упала в монету приема. Конечно. Второй легкий способ, бросить в этом смысле. Второй легкий способ включить аппарат. Вот здесь вот блок, в том числе... Самая правая же у него кнопка тестовая игра. То есть, когда ты включаешь аппарат, тебе же нужно проверить, что он работает, все хорошо. И вот у него прям под крышку, то есть там, где ты стоишь, вот ты 15 копеек опустила, а прямо перед тобой кнопка бесплатной игры. Но ты об этом тоже не знаешь. Когда ты об этом узнаешь, и понимаешь, что дверь открывается вот так, ты берешь линейку, и линейку пытаешься нажать на эту кнопку. Длинные такие, помните, линейки за 3-4 копеек? Металлические такие. Вот можно было увидеть, наверное, теоретически. Ха-ха-ха-ха на лекциях. Поэтому на некоторых аппаратах, там ребята показывают много аппаратов, они их скрывают, на некоторых аппаратах видно, что вот эта вот конструкция время от времени переносилась где-нибудь или подальше, либо разворачиваться вообще под другим углом, наоборот. То есть, с течением времени и с находчивостью детей и подростков, и взрослых, конструкция аппарата тоже менялась. Один из мифов еще был меховую шапку натереть. Ну это примерно как пьезозажигалка туда же. Берешь меховую шапку, натираешь, там статическое электричество, ты опять раз ее сюда, и он включается. Но с меховыми шапками зимой еще попроще было, да? А вот летом с ним сложнее, поэтому миф гулял только летом, что если будет зимой, мы придем, натрем меховую шапку, и будем играть на халяву, потому что он гигнет. Вот. Еще раз, третье раз сделаю больно. Кораблики ездят на обычной велосипедной цепи. Ты садист? Я садист. Еще, еще что-то сделать больно. Траекторий пуска торпеды всего восемь. И они заранее, они статичные. То есть, когда ты перископ крутишь, тебе кажется, что там торпеда сейчас вылетит. Нет. Крутишь перископ, перещелкиваются восемь контактов, и торпеда идет по одному из восьми направлений. К сожалению. Черт. Черт. Я догадывался. Понятно дело, что я начал с того, что аппарат к нам привезли, показали, оставили. Это, наверное, не папа, не дедушка, но старший брат нашего морского боя. Аппарат компании SEGA. Аппарат компании SEGA, который называется перископ. И принцип его работы примерно такой же. Отличается он разве что большим условным истеклением. Ну, есть, конечно, тонкости. Но, в целом, морской бой был взят за основу для морского боя аппарат компании SEGA. Но, кстати, сейчас обратим внимание, именно морской боя рекламируют молоденькие девочки. И у всех, ну, у разных компаний сейчас увидим молоденькие девочки. Почему? Изначально аппараты типа морского боя появились на американских базах в Японии. И были они совершенно не коммерческие. Они были бесплатные и просто для времяпровождения солдат. С телевизорами напряжено. Айфонов, айпадов, бла-бла-бла-бла. Нету. А чем-то время занимать надо. Более того, аналогичная ситуация. Вроде как и даже есть модель для нашего морского боя. Причем, устанавливался он, как я понимаю, не на атомных, а на дизельных подводных лодках. Потому что в нем больше места, чтобы его поставить для автономных походов. И вопреки там тоже каким-то умствам, что вот его ставили на подводных лодках и там бойцы тренировались. Нет, ничего подобного. Естественно, они не тренировались. Сложно тренироваться на 8 маршрутах, уже заранее определенных. Поэтому это точно так же, собственно, и аппарат калька с Сегей и идея, где его ставить и кого развлекать. Но они тоже не знали, что там 8 маршрутах. Торенируются. Ну, кстати. Тоже вариант. Тоже. Надо скачать туда? Нет, нет, нет. У них кнопка вот эта, которую я показывал, она выведена была поздно. То есть пуск. Прошу прощения. Едем дальше. 69-й год. Там был 66-й год. 69-й год. Сирайдер. Это официальные плакаты, официальные рекламные. Мы, забегая вперед, скажу, что мы советские рекламные плакаты советских героев и аппаратов тоже посмотрим. Там специфика несколько другая. Аналогичная конструкция. То есть тоже два экрана сверху наблюдательных. Тоже перископ. Черт. И даже раскраска. Вот примерно такая же. Облачка, кораблики. 70-й Sea Devil. Не поворачивается. Если долго смотреть, даже все равно не поворачивается. Я проверял. Даже если перематывает туда-сюда. Нет, тоже нет. Наша доблестная мысль идет дальше и мы же должны придумать что-то свое. Мы должны сделать шаг вперед. Мы должны улучшить аппарат, приделать к нему второй перископ и играть с соперником. По-моему, 8 нужно выбить для того, чтобы получить призовую игру здесь. Причем без разницы. 1 к 8 выбиваешь быстрее, чем соперник. Или на двоих вы по 4 там условно выбиваете. То есть тоже одно игровое поле, в середине еще разделенное горами. В 81 году, там через 6-7 лет после того, как начали производить основной аппарат, появился. Усовершенствован аппарат торпедная атака. Тоже на том же Сетуховском техническом заводе. Но, насколько я понимаю, их выпущено было гораздо меньше. И такой популярности, как морской бой, они, видимо, не получили. Опа! Сега Перископ, 69-й год. На троих. Провозили на троих, да? То есть мы в 81-м году изобрели то, что Сега изобрела в 69-м. И менее стационарные. И менее стационарные. Да. Ну и, соответственно, вот так это предполагалось. То есть это даже зачастую не стационарные. Там чуть ли не на машине привозится, на ярмарку. И вот на ярмарке выставляется, и народ собственно подходит. То есть такие варианты тоже были. В 76-м году, американцы тоже не стоят на месте, там помним, 66-е, 67-е, 69-е, 70-е там. В 76-м году они придумывают новый аппарат Сигульф. Казалось бы, что уже можно, что еще можно сюда придумать. И в 78-м еще придумывают Сигульф-2, на двоих тоже. Но отличие принципиальное. Он полностью компьютерный уже внутри. То есть в нем совершенно уже нет никакой цепи, нет никаких корабликов, нет никакой системы зеркал. Там внутри телевизор, процессор. И 76-й, 78-й год уже во все компьютерные игры. У нас в это время еще играли в обычные электромеханические. И первые, наверное, компьютерные аппараты у нас появились, ну если не через 10 лет, то лет так, наверное, через 8. И, кстати, цветной. У них всегда цветной, как Safari. Нет, он цветной, цветной. А второй, наверное, ну как мне кажется, популярности аппарат, это снайпер, он же снайпер-2, он же меткий стрелок. То есть, изначально он начал выпускаться как меткий стрелок, потом его немножко модернизировали, он стал снайпером, потом еще чуть-чуть модернизировали, он стал снайпером-2. В 74-м году начали выпускать на Чебоксарском заводе электрических исполнительных механизмов. То есть, это была именно разнарядка, называлось это изделие AI-274. Наверняка. Что такое AI-273 и AI-275? Я, к сожалению... Вот 273 и 275 какие конкретно? Я не знаю. Я не знаю. Нет, что AI, это автомат игровой, я знаю. Я не знаю, кто 273-й, кто 275-й. Я вот про это. А где секретности? Вот, скорее всего, да. То есть, даже производство вот этих аппаратов для большинства из нас оставалось тайной загадкой. Я думаю, не многие из нас до сегодняшнего не знали, что их производили на военных предприятиях. Кстати, оружие, которое использовалось здесь, это... Мотаем дальше. Кстати, тоже, да, правда, оружие еще даем. Вот процесс сборки этих аппаратов. Милыми женщинами в белых халатах, все стерильно, все красиво. Кстати, дизайн еще меткий стрелок самого первого, по-моему, образца. И усовершенствование все-таки внесли. Оригинальные аппараты брали, они, по-моему, за основу что-то английское. Не помню точного названия. Что-то какого-то там, Hunter. Какая-то штука. Сейчас, вот оно в цвете же, вот. Он же слева. Это союз аттракционов. А, ты имеешь в виду этот сам логотип? Логотип это союз аттракционовский, да. В него дойдем. Релейную схему аппаратов английских оригинальных, доноров заменили на полупроводниковую схему. То есть, какие-то все-таки улучшения мы в этот аппарат внесли. И винтовки здесь действительно использовали стандартные ижевские винтовки. То есть, специально их не разрабатывали. Действительно, заказывали именно с ижевского завода. И электромагнит некий Temp 51 для имитации отдачи. То есть, я так понимаю, срабатывал, отпускал, срабатывал, отпускал. Из-за этого получался ход. Кроме этого аппарата, я все-таки нашел логотипчик. Кроме этого аппарата, выпускалось огромное количество других похожих на него. Это удачный выстрел, дуплет, зимняя охота и просто охота. И усовершенствование было примерно того же уровня, как мы только что видели с Морским боем. То есть, командная игра. Вообще, есть мнение, что изначально аркадные аппараты, их называли импортные аркадные аппараты, за какой-то выигрыш выдавали, естественно, не денежный приз, а какой-то небольшой приз, какую-то жвачку или какую-то конфету. У нас пошли другим путем. Максимум из приза, что можно было за игру заработать, это призовая игра. Кроме буквально нескольких аппаратов, где попадал тоже какой-то приз. Мы вот про один точно знаем, что это маленький значок. Кто упадал из остальных аппаратов, до сих пор тайна, причем даже для более сведущих в этом людей, чем я. Кто-нибудь помнит, что могло упадать? Я, честно, не знаю. Если кто-то где-то это найдет и расскажет, я с радостью узнаю. Принцип работы простейший для безобразия. Фотоэлемент. Совпало – отработано. Не совпало – не отработало. На сайте написано, что есть хитрый способ заработать сто пятьсот очков. Расскажите нам про хитрый способ. Фонариком посетить? Любая лампочка. Ты берешь любую лампочку и пятьсот очков зарабатываешь. Ну, как на жесткую погоню. Физика автомат не разбирает свет от мишени? От мишени, да. Хорошо. Переформулирую вопрос. А вот как раз для вот этого волшебного снайпера два, где там двадцать их. Каким образом там? Там нужно просто резко повести, как будто бы… И собрал все, да? Прекрасно. Все запомнили, да? Повод сходить. Понятное дело, что без аналогов здесь не обошлось. Я выбрал только те аналоги из огромного списка иностранного оборудования, в которых было слово Safari. Я не стал убрать Hunt, Duck и всякие производные от этого. Вот, пожалуйста, Chicago Coin Safari 69-й год слева, Sega Safari 70-й год. Больше всего аппаратов производила Sega. Это американо-японо-американская фирма. Они туда-сюда там соединялись, раздвигались, торговали то для Японии, то, наоборот, из Америки для Японии. Там хитрая и длинная у них история. Но, тем не менее, производителями аркадных аппаратов в мире Number One были именно они. Мне, честно, вот мне больше всего нравится аппарат Танкодрома. Не знаю почему, наверное, потому что, я вот тоже ребятам говорил, там, если помните, танчик такой маленький, зелененький, пластмассовый ездит и во все остальные танчики стреляет. Вот у меня был, вот именно в моих игрушках был такой же зеленый пластмассовый танчик. И все вот эти вот металлические поднимающиеся, там, всякие ВРДМ, Т-52, там, все вот эти железные танки тоже у меня были. Поэтому, когда я приходил играть в аппараты, я такой, у меня все это есть. Мне хотелось дома как-нибудь тоже это сделать, поэтому я расставлял все точно так же и зеленым танчиком так же ездил. Где они сейчас, я, к сожалению, не знаю, я вам, конечно, спрошу, но маловероятно, что найдут. Часть своих игрушек я в музей подарю, да, я привез в три коробки. Если у вас есть ненужные советские игрушки, можете отдать мне, я знаю, куда отдать. Да, он у меня, он у меня был, там что-то такое на Т-34 похожее, причем он, у ребят, у него башня наоборот развернутая. Железный, вот этот зеленый, вот такого яркого зеленого цвета у меня он был. Нет, нет, не из автомата однозначно. Ну, не из автомата, конечно, но нет, не из автомата. А у вас нет запасной танки, кстати, танчика зеленого? Вот если у вас появится когда-нибудь запасной зеленый танчик, вы знаете, когда ему подарить. На полную серьезность говорю. Понятное дело, мы не могли обойтись без оригинальной идеи. Слева аппарат фирмы SEGA с названием ATAK. Причем, даже когда Союз Аттракцион рисовал рекламный плакат, он однозначно смотрел на рекламный плакат SEGA. Потому что кружок ровно такой же и даже танк, выезжающий, тоже примерно такой же. Были у нас усовершенствования, у нас было два джойстика. Один за координирование, второй за скорость. В оригинальном скоростного джойстика не было. И, если меня не изменяет мой спироз, вроде как SEGA был на радиоуправлении, но я, честно говоря, не очень в этом уверен. Потому что на фотографиях вскрытого аппарата, там тоже такое же перекрестие. По-моему, магнитик такой же магнитик, поэтому они врут. Но, тем не менее, говорилось, что оно у них на радиоуправлении. На самом деле, нет. Баскетбол. Кто-то вспоминал про баскетбол еще до игры. Тоже наш баскетбол справа. Чтобы не перепутать, наш справа до этого, соответственно, 66-64 год. SEGA и не только SEGA. Опять же, баскетбол тоже передрали, по-моему, полностью. Включая вот фактуру вот этого поля. И, если, соответственно, сравниваешь, то есть, ну, открываешь аппарат, смотришь, то даже, по-моему, косоплеты с проводами теми же цветами, чтобы не ошибиться. Ну, это так же проще. Работает и работает. А аппарат немножко странный. Не знаю, если он еще для меня. Я его вживую, честно говоря, никогда не видел, но зацепился за вот эту вот фотографию. То есть, вот фотография ровно в том же виде, в каком она здесь представлена, но разве что справа еще аппарат морского боя торчит. Если там воздушный бой читаем, читабельно, то вот здесь видно только бои на опыте. Я отправил эту фотографию в музей. Говорю, что это. Меня нашли. Это подводный бой. Нашли даже с точно такой же картинкой подводного боя. Ребята даже рассказали, где он выпускался. Он выпускался на заводе Sigma в Вильнюсе, если я все правильно помню. И даже здесь прислали мне фотографии документов, в том числе стоимость. Кстати, сколько стоили игровые автоматы? Здорово, нет, сам ящик. Там где-то написано 2 700. Да, 2 700, здесь соответственно 3. То есть, стоил он где-то примерно как половина Жигулей или треть Волги. Условные Жигули это условные 6,5. Волга это условные 9-10. Ну, мы берем цены на начало 80-х. Жигули в конце 80-х, в 90-м году, 91-я лишневая стоила 9 600. Зачем Жигули, если что? Если морской бой есть. Если морской бой есть. Да, здорово. На Жигули можно ездить. А к вопросу о вот этом подводном бое, справа внизу не очень большая фотография. Это тоже реклама «Союз Аттракционно». Это тоже подводный бой, но с какой-то другой конструкцией. Вот здесь прямоугольное окошко и два джойстика. И на моей фотографии, и на фотографии вашей. А вот здесь полукруглое окошко и действительно штурвал. И если почитать, управляя штурвалом, играющий должен совместить. То есть, как минимум, было два варианта этих аппаратов. Может они выпускаются еще раз? Просто у меня огромное количество вопросов все равно есть у самого. Я говорил, хоть задавайте мне вопросы. У меня у самого осталось еще большое количество вопросов. Играл? Да. Был какой-то аппарат. Он был со штурвалом, в науке точно был. Со штурвалом вот так? О, наверху перелистывался информационное табло. Здесь тоже правильно написано. И можно изучать историю флота. То есть, было все-таки? Было. Было. А где нам все старые? А где ты к нему играл, Максим? Где-то кинотеатр «Прометей». Точно. Но в «Прометей» я другие не играл. Господи, какие все старые! Здорово! Здорово! Мы все здесь собрались. Прекрасно. Ладно, мотаем потихоньку дальше. Я, наверное, уже вот этой грустью, чтобы мы не придумали ничего сами, наверное, уже подутомил. Но есть хорошие новости. Есть хорошие новости. Есть несколько аппаратов, которые наши. Так как городки на прогрессивном, непрогрессивном и загнивающем Западе не играли, то аппарат с названием «Городки» и с геймплеем с городками и с фигурами городков – это 100% наше изобретение. Прям совсем-совсем. Мы положили телевизор, в разрезе, положили телевизор, засунули туда процессор, напрограммировали городки, умудрились перевести объемные фигуры в плоские. Вот это самое сложное, по-моему, было. Честно скажу, так как я читаю лекцию со своей точки зрения, уже сказал, мой любимый аппарат, в отличие от «Морского боя», да, от «Морского боя» какое-то такое вот приятное ощущение и ностальгия есть, но мне больше всего «Понкадро» нравилось. Меньше всего «Сект» аппарата. Мне нравились «Городки». Понял, было интересно. Интересно? Неинтересно. Вот мне тоже почему-то было неинтересно, не знаю. Только раз эта бита летела вообще не труда. Бита через 5 секунд запускалась сама, насколько я понимаю. То есть, если ты 5 секунд, то она вылетала сама, вне зависимости от того, в каком положении она у тебя направила. С «Городками» хватало 1-2 раза, а потом, может быть, сегодня сыграть? Митрий Сергеевич, однозначно такая же. Хотя у нас небольшая разница, возраст все-таки есть. Чуть-чуть. Но, тем не менее, я, вот правда, я заставлял себя играть. Просто заставлял себя играть в «Городке». А все танцы уже переиграл, да, и занялся. Да, 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 кстати, да. Вот именно так и было. А вот у ребят, кстати, я сегодня очень много, много говорю про музей, потому что, ну, они так менее страшны. Я знаю, что у меня здесь как раз поддержка такая. У ребят целая выставка на втором этаже, именно посвященная городкам. То есть там и бит, и лежат целая выставка. То есть можно собрать несколько стендов, которые посвящены именно этому аппарату. Есть, в отличие от меня, фанаты. Вот это он. Так, переходим дальше к хорошим новостям еще. Еще один аппарат, который тоже наш. Сказку про репку кроме нас тоже никто не знает, поэтому силомер репка – это наше изобретение. У меня, простите, немножко, будем считать, что картинка догружается. То есть здесь такое, почему-то она у меня пикселизовалась, не знаю. Было все хорошо. Пока не разболталось. Вот. А аналоги силовых аппаратов, соответственно, были, но это в основном подвешенная груша. Либо что-то типа наковальни, и ты черта типа молота по ней стучишь. Вот. Поэтому на тянучесть желательно упираться одной ногой, а не двое, иначе можно упасть. Там на аппарате написано. Вот. Это была наша штука. Я почему-то мимо него, я, наверное, был не спортивный мальчик. Драться любил, а вот как-то силовым у меня, вероятно, не очень было. Я не помню репки. Я помню. Кто помнит репку? Здорово. А где вы видели репку? В кинотеатре города Ижевска. Кинотеатр забыл, как его зовут. Здорово, Вадим. Но, правда, я не помню. Может, и не был в Ижевске? В Ижевске был. В Ижевске был. В Ижевске был. А вы уже еще зал игровых автоматов на кинотплощадке, в кинотеатре Мурону, где стадион. Или? А, в нем стадионе. В нем стадионе. Да. Вот этот предбанник перед самим стадионом. Да. А давайте как-нибудь соберемся. Так вот, вы мне все набросаете адреса. Кстати, на Кировском проспекте. Союз Аттракцион, насколько я знаю, был на Кировском проспекте на нынешней Австрийской площади. И я нашел в единственном месте упоминание, что Союз Аттракцион был именно там. Это дирекция. Дирекция. И написано, что зал игровых автоматов тоже там. Я не помню. В подвале был? Я не помню там. Перед... Перед кино, да, было. Вот дирекция была там. И написано, что зал игровых автоматов тоже там. Ну, в подвале, что в подвале. Ладно. Леглись, попробуем. Попробуем. Не надоело еще? Нет. Так. Гроваткак мы уже будем дальше. Вот. Калька с презентации. Ребят. У ребят, кстати, есть отличный такой... Я про него сегодня тоже расскажу, наверное. Справочные аппараты такие стоят на вокзалах, помните? Нажимаешь там, и она так... Сейчас найдем, я покажу. Вот. У них тоже это есть, и у них вместо вот того поезд Москва Ленинград 1340, у них там про игровой автомат написано. Так вот, в... Одна из вот этих... Кстати, среднее время перелистывания 9 секунд. Количество страниц 52. Одна из страниц посвящена именно аппаратам, которые либо не представлены у них, либо которые подробно не описаны, поэтому аппаратов было где-то, наверное, под сотню разных, ну где-то 9 десятков, 7-9 десятков точно, плюс какие-то появлялись, плюс, например, тот же снайпер, снайпер-2 и меткий стрелок, считаем за 3 или за 1. Вот тут, как-то примерно вот так. В 1984 году художник-иллюстратор Андрей Мунтиан получил заказ от Союза Атрекциона на изготовление плакатов для Союза Атрекциона. Мне не хочется говорить слово «наркотики», потому что в РНБ мне как-то неловко произносить слово «наркотики». Мне совершенно не хочется обижать Андрея Мунтиана. Мне было бы интересно с ним пообщаться. Я не знаю, что вы общаетесь. Вот мне было бы интересно пообщаться и спросить, что послужило катализатором. Стоп, а это не тот ли Мунтиан, который рисовал Фримана? Не знаю. Мистер Фримана который? Да. Не изучал, не сопоставил. Ну, Фриман, он как раз-таки Мунтиан стал. Какого? Ну, тогда возможно. Так вот, серия плакатов. Причем Союз Атрекцион, ну, о том, что Союз Атрекцион богатая контора. Союз Атрекцион, образованная как раз в первой половине, ниже к середине 70-х, как раз когда кому-то же нужно было следить за автоматами, распределять эти задания, собирать собственные деньги. Опять же, такое сделало немножко больно, да? Аппараты эти закупили и ставили не для того, чтобы мы с вами развлекались. Для того, чтобы собирать деньги. Как вот не грустно, я сегодня весь вечер делаю это буквально. Спасибо, дорогие друзья, мазохисты, что вы пришли. Для того, чтобы собирать деньги. Причем деньги собирались очень-очень-очень такие хорошие. И забегая вперед, я там в конце это проиллюстрирую, фирма Союз Атрекцион просуществовала ровно 10 лет. С условного 75-го и в 85-м справила свое десятилетие. И Союз Атрекцион развалился на Рос Атрекцион, Арм Атрекцион, Укр Атрекцион. То есть, о развале Союза в 84-м, в конце 84-го еще речь не шла. Но, тем не менее, конторой Союз Атрекцион не стал. И это не афишировалось совершенно в Союзе. Уголовные дела, в отличие от интернетов тогда, опять же, не было. В газетах такие вещи не писали. Но ребята проворовались чуть более, чем совсем. Причем, Союз Атрекцион — это не только операторы игровых автоматов. Но, как мы вначале говорили, это операторы всех аттрекционов. То есть, всех наших ромашек, чертовых колес и прочего, прочего, прочего. В двух словах, собирались с нас, детей, деньги, даже несмотря, что на некоторых аппаратах… Даже несмотря, что на некоторых аппаратах… Что, все-таки Фриман, да? Нет. Скорее всего, его сын. Да. Фриман рисовал Павел Андреевич. Павел Андреевич. Ага. Значит… Но в Википедии не сказано, что его отец рисовал вот это. Ну, ты знаешь, если он Павел Андреевич… Да, простите, что я на полусловие сам себя крепил. Если он Павел Андреевич, а здесь Андрей… Возможно. Вот, но… Отлично, интересная, интересная новость. Будем смотреть «Напуск из Фримана». Кто не видел, то рекомендую. Так вот, собирали они денежки на нас, на детях, очень неплохо. То есть, было установлено для каждого аппарата некое количество денег, которое должно в день с него собираться. Превышалось это количество в несколько раз. В мафии были повязаны все. Попасть в цель инструкционного было совсем непросто. Я, конечно, очень нутрированный, я ни на кого не вешаю ярлыки. Говорим так вот, как бы, очень абстрактно. То есть, были завязаны и товарищи, которые обслуживали аппараты, и те, которые занимались инкассацией, естественным руководством, всего этого дела. То есть, выход денег, который прописывал… был гораздо меньше, чем они получали наличкой. С аппаратами, ну, просто не доздаем. 15 копеечная монета, она же как жетон на метро. Я один раз распечатал, но за жетон на метро теперь хотя бы чеки дают. А так вот прям неразменный аппарат. 15 копеек. С билетами на игровые аттракционы тоже было все интересно. То есть, один билет можно было надрывать очень так интересно, из двух билетов делать три. Например, расправлять билеты из урны, которые специально поставят рядом, в двух местах, одну рядом с собой, одну после того, как ты проходишь. Очень много всяких разных интересных штук было. В общем, ребят в 85-м году расставали почти всех, и сроки получили довольно неплохие. Кто-то даже поплатился жизнью. Есть неплохая, правда, иммигрантская пресса 85-го года, в которой подробно все очень красиво написано. А разве счетчиков не стояло? Не на всех аппаратах. Ну их тоже подкрутили. Далеко не везде. И с счетчиками там тоже очень... Были варианты. Счетчиков же может быть несколько. Если даже на твоем мини-купере можно скрутить счетчик и продать его, как будто он 50 тысяч побежал, а не 350, как у тебя, да? Вот. Как ты паришь! Я в школе сходил только 20 минут. Один для того... Во! Максим! Максим! Все прекрасно. Видишь, если даже на дневниках можно, то когда все завязано на деньги, вроде бы казалось 15 копеек. Что такое? 15 грабков спичек, да? Ну ага-га. Да, вернемся к Андрею Мутиану, а то я что-то на лирику. Посмотрим его остальные замечательные картинки. Кстати, говорят, что, ну как я так понимаю, он сам рассказывал, не все аппараты, когда он рисовал плакаты, не все аппараты он даже видел. Я думаю, что он даже и не хотел это видеть. Я просто рисовал. Вот. Например, скачки и бегемот. Скачки, я помню, шесть полосок. Да. И пиксельные такие... Да. И кнопочки. Все. И кнопочки, да. Перепрыгивать через это. Мне, кстати, тоже нравится аппарат, но тонкодром больше. Ну, с мини-кигельбаном более-менее понятно. С городками, ну, кстати, вполне себе. Мне почему-то в какой-то момент казалось, что это что-то типа иллюзии Шера, но нет. Нет. Но похоже. Опять же, по его словам, за каждый плакат он получал чуть ли не 400 рублей. При условной зарплате, там, 120-135 в месяц, такая среднеинженерская зарплата, наверное, да? Дмитрий Сергеевич поправил. Где-то для 85-го года. По 85 или уже можно и побольше? Можно и побольше. 140, 160, 150. Ну, в любом случае, 400, это в 2... Ну, хорошо, в 2, 2,5 зарплата, да? За один плакат. Очень неплохо. Кажется, я не тем занимаюсь, б не тогда родился. Сэм, у меня не та фамилия. Ты бы пошел бы работать в союз от акций? С союз от акций. Кстати, на излете. Почему? Он получил заказ в 84-м, вот он в 84-м, 85-м рисовал. Почему он, собственно, рисовал в 86-м, 87-м? Потому что союза аттракционов уже не было. Игровой аттракцион, ледокол. Ледокол это тот, который со штурвальчиком такими крутящимися. Да. Баскетбол тоже вполне себе интересная ассоциация. Баскетбол мы, а, все помним, б, только что видели. У меня только 10 картин, к сожалению. Вот, на самом деле, можно целый вечер, по-моему, смотреть. Я медитировал, если честно, на все. Кран-карусель слева не показал, и это вот эти вот, которые... Кран-карусель. Которые, нет, нет. Правая качалка, понятно. Кран-карусель, это которые до сих пор стоят в торговых центрах, и за 100 рублей ты можешь айфон там выпихнуть. Ага. Это вот они. 25, я держу тот стоят сегодня. А, ты играл сегодня? Да. Ты же моя принцесса. Молодец, молодец. Справа это, да, это автомат-качалка. Ну, там вполне себе милые зверюшки были, поэтому возможно. На вкусное, вот эти вот последние два плаката. Вот левый, удачный выстрел, да, мы его рассмотрели со всех сторон. Ну, и торпедная атака, это вот, которая на два морских боя. Я считаю шикарно, просто вот, Андрей Мунтян, молодец. Если есть возможность ему передать, скажите, просто он сделал нам вечер сегодня, и мне вот, в момент, я видел эти плакаты и раньше, но я их как-то по диагонали посмотрел, угнулся, а тут думаю, нет, я все покажу, которые там. А? Нет. 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 Вы пришли на производство покупателям, конторам-покупателям. Опять же, по поводу того, как это было. Частной собственности в Союзе не было. Соответственно, Союз Аттракцион давал задания заводам. Заводы, соответственно, либо и под присмотром Союза Аттракциона тоже какой-то конторе все это дело продавалось. Управление кинотеатра, еще что-то. То есть ты просто там усяк во дворе или где-то там в холле кинотеатра, сам их поставить не мог. Ну, хорошо, с завода мне пришли эти, ну или там Союз Аттракционно вместе с этими аппаратами мне пришли эти картинки. Что я с ними должен делать? Не очень понятно. Это в кинотеатре или что? Они выбирали, то есть рекламки были. Они выбирали и... То есть ты хочешь сказать, что они поят, это была реклама? На обороте была еще дополнительная информация. Техническая информация была. Сколько стоит. Ох, вот он. То есть это каталог? Да. Плайк. Однако. Я был уверен, что это что-то типа наглядной агитации. То есть, условно, у меня стоит там, не знаю, морской бой и танкодром. А я вот вывешиваю носорога и все заинтересовались с удачным выстрелом и просят меня купить аппарат. И я покупаю этот аппарат. Я думал, это как-то вот как нет. То есть это... Широкий публик не видела, к сожалению. То есть я должен был еще аппарат выбрать еще по вот этим картам. Прекрасно. Прекрасно. И я что-то новое за сегодняшний вечер узнал. Но это еще не все. Есть еще календарики. Календарики в Союзе Триксон, там очень веселые люди работают. И честно. Вот очень жаль, что они с 75-го по 85-го. Мне кажется, они вот так гулять-то гулять. Календарики 78-го года. В Союзе Триксон и хороший отдых. Похоже, да. Ну, Волк с Зайцем, понятно. То есть, ну, кегли, скачкель. Испытайте себя в занимательной игре. Карусель. Все четко. Испытайте себя в занимательной игре. Карманные календари Всесоюзной Организации Союза Триксон. 78-й год. Испытайте С, пробьем. Ну, это уже... Максим. Ничего, ничего от себя. Я, пожалуй, перемотаю. Реклама у Союза Триксон. Это тоже справа один из примеров календариков. Кстати, тоже аппарат подводная атака. Ой, отставить подводный бой. Календарики, они были частично синие, частично черные. Вот черные как-то, на мой взгляд, несколько грустноваты. Но, тем не менее. Справа календарик Союза Триксон с советской фотографией. И позиционируют они не только на молодежь. А грустное взрослое относительно население. Смотрим левые фотографии. Очень похожие по возрасту, по комплекции, даже по одежде. Дяденька. Это штаты, это Калифорния. Середина 70-х. Мне случайно попались и те, и те картинки. И я какую-то взаимосвязь нашел. Но не знаю, как это обыграть. Вот смотрите, в общем. Вот эти две картинки. У вас обыграли как раз так и все. Начиная от каната, заканчивая рекламу. Картинок. Нет. Просто к тому, что именно на календариках Союза Триксон они позиционируют. То есть там не дети играющие. Дети тоже боятся. Нет, я же сыграл про эти календарики. У тебя все эти календарики были? И плакаты Андрея тоже были? Нет. Я до такого еще не дошел. Так их не было, эти плакаты не жили. А у вас, кстати, есть они в оригинале? В оригинале? Нет. Календарики, ладно, плакаты. Угу. Андрей. В оригинале? Да. Покажете? Покажете. Я прикоснусь прекрасно. Соответственно, вот тоже еще реклама из 80-х годов в Союз Аттракциона. Ну, честно, на мой взгляд, как-то грустновато и полиграфия оставляла желать лучшего. Но, тем не менее, опять же, позиционирование идет на вполне себе взрослых и состоявшихся людей, которые тоже играют в игровые автоматы. Поэтому будьте тоже взрослыми состоявшимися и играйте в игровые автоматы. Миша, кстати, ты напрасно делаешь акценты, что они были рассчитаны на детей. Я не делал акценты. Дмитрий Сергеевич. А, собственно, я же и начал свой нудный рассказ с того, что такого количества вариантов поглощения информации и вариантов того, как себя занять, например, достать телефон или планшет, не было. Поэтому нормально занимались какими-то более-менее интересными вещами. Сейчас же все. Даже тем неинтересно стал. Взял трубку, достал сквозь. В архивах кроемся. Союз с фракционом. Да? Календарик и союз с фракционом? Нет. У меня архив есть. Я тебе пришел. Да не календарик. И почитай, как не засудили. Тебе почитай, как не засудили. Короче, в 58-м году насчет фракционных время радио обрабатываться. Дойдем. Профиль института, оказывается, есть. Дойдем. Про качалки вспоминали, про детские аппараты. Вот, собственно. И детям, чтобы было интересно, аппараты, они в аттракционные аппараты игровые не играли. Поэтому для них были разработаны отдельные качалки. Стоили эти качалки, кстати, 10 копеек. Не 15, как для взрослых, а 10. Два направления. Техника. То есть тракторики, луноходы, самолетики и животные. Ничего другого больше не придумали. Ни зачем? Девочки на поникус, как это мальчик на ракете. Мальчик на ракете. Все. Все, собственно, четко. Фотография ленинградская. Фотография московская. Но более мне понравилась. И эта фотография наша ленинградская. И она, собственно, из павильона аттракционной, который напротив Кио. Вот. Не зря я поставил эту картинку здесь, потому что наконец-то мы заканчиваемся игровыми автоматами и переходим к торговым автоматам. Вот эта картинка довольно известная. И эта картинка, я сегодня мешал делать больно, эта картинка делала везде, практически во всех источниках и даже на любимую мною паству, позиционируется как первый открывшийся в Ленинграде Кафе Автомат. Первый открывшийся в Ленинграде. Кафе Автомат. Первый открывшийся в Ленинграде в 56-ом году. Кафе Автомат. Даже вот так. Это угол Невского и... Невский 45 это угол Невского и Рубинштейна. Сейчас будем развенчивать все эти мифы, но самый известный торговый автомат это, в общем тут понятно какой? Коксированная вода с сиропом? Вот этот. Вот наверное самый действительно известный. Коксированная вода с сиропом и без. Дореформенные 15 копеек. После реформы. Одна и три. Одна и три. И еще было по пять. Крем сода. Ихпатуре. Ихпатуре да. Ихпатуре да. Ихпатуре да. Ихпатуре это отдельная штука. Вот здесь кстати даже можно понять что это аппарат АТ-114. Для таких которые немножко черкнутые. То есть даже в мультике они нашли что это АТ-114. Ну вот почти все картинки наверное из коллекции с этим. И лимонные и грушевые и мандариновые. Мандариновые. Мне почему-то казалось что вы не граждане. Вишневые. Вишневые. Вишневые вы нет. Сливовые зато есть. Нет. Сами садовые был. Вишневые. Он не грамм соды. Лимонные. Мандариновые. Нет. Вишневые. Лимонные. У вас какие еще заряженные? Тархун и вишневые. Как я скучно жил. А у тебя какие димовые? Грушевые. И крем, сода. Даже не знал что остальные бывают. И без сиропа еще главное. Ну без сиропа. Дешевле в три раза. Еще кстати у этого автомата у него пистолет монеты проваливались вниз. То есть можно было бы шерстить под автоматом. А куда они там вниз провалились? Да. Я не знаю. Можно было увидеть ребят с длинной металлической линейкой. Которые скрутились вокруг этого автомата. Одним из них был Максим. Не было. А потом они приседали. И пока никого в кроссах нет. Они этой линейкой очень быстро под автоматом шерудили. И выбрасывают на себе несколько монет. Здорово. То есть про сатураторы ты сможешь рассказать Дмитрий Сергеевич. Мне очень приятно, когда Дмитрий Сергеевич приходит ко мне на лекции. На экскурсии он всегда рассказывает всякие такие вот интересные вещи. О которых я даже не задумывался. Так что ты знаешь вот связь твоей лекции сатураторов и с транспортом. Знаете почему кранвай на берите лучше всего утоляет жажду? Потому что мы копейки так же как стакан воды с сиропом. Это смотря в какой момент. В 51 году например. Нет. Но не надо брать год моего рождения. Это 60-70 годы. А они еще и мыли стаканы. Они только воду. Конечно. Той же водой которую мы говорили. Нет правда. Нет. 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 Они устанавливают специально с подводом воды. С двумя подводами с технической и с питьевой? Да. Точно? Нет. Там было питьевое и мыло с питьевой водой. Там просто было два направления. Один шел. Нет. Направление понятно дело. Один для того чтобы его газировать. А второй чтобы мыть. Это понятно. И еще стаканы воровали. Нет. Между стаканами не воровали и стаканы брали для прямого использования. Да. Они были стеклянные. Конечно. Они были стеклянные и клиненные. Ну как внутри он выглядит я думаю что мы смотрелись. В принципе все просто до безобразия. И даже вместо есть механиком там картинку с девушкой себе разносили. Обязательно. Обязательно. Они слишком пропорционально маленькие. Там 50 литров. Это 3D графика. Костя. Это не фотография. Это не так. Это не так. Интересно. А почему вот теперь аппараты которые делают с этой газированной водой имитацией тех что были. В общем это у нас полтора больше. Еще раз. Вот современные аппараты в Саванглеве где-то я видела тоже торгующую газированную воду. И они в общем бы гораздо крупнее. Чем-то такое. Ну вообще по идее у них там рост что-то там 170-180. Да они гораздо шире. Они под тот самый под что-нибудь вот не совсем вот такое. Я позволил себе взять рисунки которые нарисовали в студии Артемия Лебедева для музея игревых автоматов. Потому как это наверное самая лучшая визуализация. Там ребята очень долго этим занимались. Они очень гордятся кстати этой историей. Они сначала у себя их показывали. Потом уже выкатили сайт. Одно время они еще даже обновляли все это дело. Сейчас по-моему немножко. А мы уже будем. Будет да? Будет прекрасно. Здорово. И началось все в середине 50-х именно отечественное производство. И началось оно еще в середине 50-х еще до 20-го съезда партии до 56-го года. 20-й съезд партии 56-го года вообще такая очень на самом деле многогранная штука в нашей жизни. И самое известное что мы о нем знаем это развлечения культа личности Сталина. Но это в последний день работы съезда на отдельном закрытом заседании. Но это самая известная штука. Из того что коснулось нашей жизни в этом же 56-м году вышло постановление о прекращении производства производства паровозов в нашей стране. Именно паровозов. И в том числе постановление о всестороннем внедрении во все сферы нашей жизни торговых и прочих автоматах. В внедрении магазинов без продавцов. А разработка и собственно предпосылки к тому что уже было закреплено на государственном уровне появились раньше и разрабатывают соответственно начали все это дело в середине 50-х. Во всех этих интернетах и даже не только в интернетах но и в книгах и довольно известных кстати книгах не буду называть чтобы не обижать авторов. Авторы довольно известные. Какое-то неправильное совершенно мнение. Давайте на аппараты пока посмотрим, а потом заговорю. Все потихоньку-потихоньку разбивалось. АТ-2, АТ-14, АТ-26. Кстати вот вы говорили про аппараты современные. Они как раз копируют либо АТ-26 харьковский такой как в шурике слева. Либо вот правый АТ-114 с двумя монетоприемниками под наклоном вот он же собственно вот я снимал машину. Это он же есть, только он здесь синенький. Вот он правый. То есть современные аппараты они либо на левый похожи, либо на правый похожи. Они такие более толстенькие. То есть почему-то считается... Хотя для меня вот ну понятное дело всего возраста для меня классика вот... Ну не это понятное дело. Конец 50-х аппараты интересные. Сначала они принимали 15 копеечные монеты старые. Потом я так понимаю монетоприемники были изменены и переделаны. И соответственно начали они принимать уже современные деньги. Это еще 60 и это на Невском. Это Невский 88. Да. Но так дальше вот пошла реформа 60-х лет до первого года. Я дойду ты мне надеюсь. Просто на этом же фоне появились автоматы, продающие все. Это 60-й год. Дмитрий Сергеевич правильно сказал и аппараты АТ2 на Невском проспекте на Невском 88. Здесь они однозначно еще торгуют за 15 копеечные монеты. 15 копеечные дореформенные и соответственно полторы копейки современными деньгами. Ну современные деньги уже не будут? Ну современные... Это 61-го года. Я все старое время живу. Это уже 61-й год, учитывая что реформа шла с 1 января. Это уже 61-й год и соответственно монетоприемники уже заточены под современные деньги, которые с 61-го по 91-й просуществовали. Однозначно это не жетоны. Здесь было у меня предположение, что это жетонные аппараты. Нет ничего подобного. Как минимум нет никакой продажи жетонов рядом. А если ты идешь... Они не были жетонными. Почему в принципе собирались развивать торговые аппараты, в том числе аппараты газированной водой, и устанавливать их и на улицах, и в специально отведенных помещениях, в кафе и прочее, ровно для того, чтобы собирать наши деньги. И выгоднее, естественно, было именно какими-то суммами и монетами, которые были у нас в кармане. То есть есть у тебя там определенное количество мелочей, не меняя ни на какие жетоны, опустил, получил что захотел, пошел дальше. Забегая вперед, скажу, что действительно до 61-го года были определенные проблемы с торговыми аппаратами, потому что монетки были 15-ти копеечные, 20-ти копеечные и все. Десяти, там, пяти, трех, двух и одной не берем, потому что это слишком маленькие деньги были до 61-го года. Пятидесяти копеечных монеток не было, рубля, железного тоже не было. На прием бумажных денег аппараты не были заточены. Ну и, собственно, это было слишком сложно. Да и деньги были, на самом деле, очень огромные. Раз, наверное, в два с половиной больше, чем современные. Время идет, появляется АТС-100С, которые уже, ну, наверное, даже уже я их, соответственно, застал и видел. Но для меня все равно самый такой вот, самый-самый, это 101С, да. Если приглядеться, то здесь у нас апельсиновый и без сиропа апельсиновый и лимонный. Да, это тоже, соответственно, Невский, совсем рядом с входом в гостинку возле церкви. По поводу стаканов. Их крали, да? 85-й год, Невский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать год. Мишенька, это Невский народ много. То есть просто так не внесешь, а вечером, Дмитрий Сергеевич, а вечером, ночью. На Невском всегда много народу. Это показатель, начало 90-х, когда народ с улицы пропал. Начало 90-е годы. Мишенька, может просто выпадать чуть-чуть раньше. 90-е. Где железное вымя, там стаканов нет, да? Там мало пираминов, но очень мало. Тоже Невский. В любом случае себестоимость стакана была, ой, шесть, семь копеек, по-моему. То есть две дозы и на стаканчик уже наработали. С трех доз уже оно накупилось. Тоже с сайта Музея игровых автоматов. Замечательный представитель АТ-101. Стакан киевский с кружечкой и кружечкой на цепочке. Такое веяние начала 90-х. В какой-то момент они пропали, причем пропали повсеместно. Хотя некоторые стояли очень долго, там где-то ржавели, даже где-то работало. Проблема простая, ровно такая же, как была до 61-го, с жетонами и со стоимостью. В 91-м, начиная уже с 92-го, вот монетки 61-го по 91-м у нас существовали вот эти 1,3 копейки. Жуткая инфляция. На протяжении года N-1 раз там, не знаю, менялась стоимость, с зарплатами не успевали и прочее, не окупалась никаким образом. И монеток уже просто физически не хватало. Деньги превращались в мусор или собственно. Торговый автомат именно и выгодный, и окупаемый, и удобный именно в тот момент, когда в ходу огромное количество металлических денег, либо бомбажных денег, каких-то небольших, и стабильные цены, которые действительно не меняются, у тебя нет необходимости их перенастраивать, еще там что-то с ними делать. Давайте чуть-чуть попробуем все-таки видео посмотреть. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Вино игристое, оно же шампанское, соответственно, советское шампанское. Никакому к французскому шампанскому... Ну, это так, назад немножко отвлеклись. Но, тем не менее, и первые торговые аппараты, и первые кафе-аппараты привез к нам дорогой товарищ Микоян. Никак не Хрущев. Про Хрущева тоже существует огромное... Про него, в принципе, огромное количество мифов, в том числе его выступления на пленге ООН, где он там, ботинком не то стучал, не то вытряхивал оттуда камешки. В сентябре 1959 года, после выставки в Сокольниках, в Советских Сокольниках, Хрущев поехал в Штаты, его там, естественно, знакомили с огромным количеством всяких достижений науки и техники американской. В том числе подвели его к аппарату, который разливает газированную воду. Женщина ему наливает вишневый сироп, а мужчина ему наливает апельсиновый сироп. Хрущев подходит первый раз, ему наливается вишневый сироп. Все такие, упс, ладно, отошли, говорит, давайте, Никита Сергеевич, второй подход к следующему аппарату. Он опять подходит, раз, опять вишневый сироп. На третьем аппарате было ровно то же самое. Пришли к выводу, что фотоэлемент, который пытался распознать, что перед ним, воспринял его довольно грузную фигуру, плюс еще в широких штанах, по моде, соответственно, конца 50-х, за женщину в юбке. Это, опять же, такая легенда, красивая сказка. Скорее всего, естественно, ничего этого не было, но вроде американцы все жутко перепугались, поменяли фотоэлемент, перестали выпускать, ну, понятно, дело ерунда, но нашим почему-то так хотелось. На самом деле, скорее всего, ничего такого не было. Вот она, та самая директива, выдержка именно с 20-го съезда КПСС, 24 февраля 56-го, максимально увеличить предварительную распасовку товаров для продажи населению, развивать все магазины без продавцов, как я говорил, а также торговлю через автоматы, что улучшит обслуживание покупателей, бла-бла-бла, уменьшение транзакционных издержек, и вообще, в принципе, нас готовят к тому, что скоро будет коммунизм, и работать никому будет не надо, настанет светлое будущее, и все за нас будут делать роботы. Производить все, и в магазине все, вот только подходишь, если сейчас ты еще хотя бы кладешь туда жетончик, то потом тебе достаточно будет подойти и нажать кнопку, или даже кнопкой нажать, просто подойти и взять. Готовься, дорогой товарищ, нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Заявил нам Никита Сергеевич Хорщев в 61-м, по-моему, да? Или еще в 60-м? Нет, в 64-м он уже все, в 61-м, по-моему. Чего в 61-м? Заявил нам, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. И коммунизм нам обещали к 80-му году, но, к сожалению, нет. Точно к 80-му? Точно к 80-му, да. Пришла вместо коммунизма Ленинград. Действительно, первые магазины без продавцов, 55-й год, это Ленинград. Точное место установить сложно, но открылось в декабре. Точно установили? На постфью мы написали. Вот, ты знаешь, я тут на постфью почитал, вот та самая фотография, где она тут, вот эта моя любимая. Вот эта фотография, на постфью написано, что это угол Невского и Рубинштейна. Поэтому, значит, постфью... Там точно, потому что было немножко разное... Да, немножко разная ограда. Здесь такая, вот, на следующей фотографии другая ограда. Да, я знаю, я читал эти измышления. Но, тем не менее, это, ну, с определенной долей вероятности. Вышла статья в начале 55-го года, это про декабрь 54-го. Речь идет. Вот, в Ленинграде открылось три магазина без продавцов. Швейцар выдает корзинки, покупатели сами идут и выбирают товары. Совсем все, да? Горбачев, точно. Половина. Да, похож на Горбачева, 55-го. Действительно, это было жутко непривычно и необычно для людей. Обычно и там до крайнего момента таких магазинов были единицы, а только в 70-х годах открылись универсамбы. В современном нам понимании все было из-за прилавка. Ты сначала просишь продавца, что конкретно ты хочешь. К этому моменту ты должен уже подготовиться, чтобы быстро им сказать, там, нарежь ты 300 такого, 200 такого. Потом тебе дают бумажку, ты идешь в кассу, стоишь очередь в кассу, пробиваешь, возвращаешься продавцу обратно. То есть, огромное количество лишних действий. И от этих лишних действий пытались избавиться путем того, что люди должны были выбирать товар сами. Но здесь дозированные пускали, потому что предполагали, что все будут распихивать это по карманам и все такое проще. Помимо продавцов, собирались еще более упростить все это дело. То есть, чтобы люди еще и платили практически сами. То есть, покупали жетоны за определенную сумму. То есть, был определенный приз-курант с разными видами жетонов, которые стоили разное количество денег. Подходишь ты к аппаратам, это картинка московская, не ленинградская. С разным количеством жетонов подходишь к разным аппаратам и выбираешь то, что ты хочешь. Хочешь вино, пиво, бутерброды, горячие, холодные, первое, второе, все что угодно. Придумали такую штуку, как кафе «Автомат». Везде написано «придумали» в 56-м году. Ни черта подобного. Это тоже московская картинка. К Ленинграду никакого отношения не имеет. Увидите эту картинку, увидите, что там подписано, что это Ленинград. Третий раз говорю, не верьте. Ладно, в видео чуть позже вернемся. Статья из «Ленинградской правды» от 8 января 1938 года на проспекте 25 октября, угол улицы Рубинштейн, на 6 января 1938 года открылась первая в Ленинграде кафе «Автомат». Это то самое место, про которое все говорят. Действительно, сейчас мы картинку его увидим. 1938 год. Америка? Не совсем американка. Не совсем американка. Второй раз кафе «Автомат» вновь открылась. Кафе «Автомат» на Невском проспекте. Многочисленные посетители, бла-бла-бла. Это январь 1946 года. Вновь открылась. Утого кафе «Автомат» 1938, 1946, ну никак не 1956 год. Берем справочники Ленинграда, адресные справочники 1939-1940 года. Берем их в РНБ. В электронной версии, а не в бумажной, хотя можно было и в бумажной. Лена, спасибо. 1939 год, вот более темное кафе «Американки», 25 октября. Здесь, кстати, ошибка. Здесь не 49, непростительная ошибка для 1939 года, но 49 дом. Там, в стране Москва находился, а 45 дом. И, собственно, это уже 40-й год. Кстати, в справочнике 1940 года вот этого первого уже нет. Он просуществовал, похоже, буквально год. Зато на следующий год, в течение 1939 года, открылись на проспекте Володарского. Володарского это у нас Литейный, да? На Литейном 47 открылся еще один кафе «Автоматы». И третья открылась на Кромерском проспекту Максима Горького. Еще один автомат. То есть, просто здесь расстраиваешься в справочнике. Ошибки 25 октября, дом 49. Это да, это угол Владимирского и Невского. И там было кафе по Владимирскому проспекту. Тоже автомат? Да. Которое потом стало называться «Сайгон» в просторечии. А по Невскому там был ресторанчик, который потом стал коктейль-холом. Поэтому вот эта надпись, проспект 25 октября, 1949, это действительная надпись. А угол Невского и Рубинштейна, это другое кафе. Забавно, но его нет. Вот упоминанием про него же, угол 25 октября и Рубинштейна. Я не могу сказать про 38 и 46 год. Но начиная с 64-65 года, это абсолютно точно. Автомат. Да, это на углу с Рубинштейна. А здесь ресторан «Москва». Чуть дальше. Да, но это Владимирский и Невский ресторан, который теперь гостиница. Ну, большая гостиница, да, фиг ты с ней. А на углу, вот по Невскому был коктейль-хол, а по Владимирскому был кафе «Американка», который потом стал Сайгоном. Спасибо. Ну, соответственно, как это выглядело, мы на больших фотографиях уже посмотрели. В нашей периодической и непериодической прессе, хоть и уделялось внимание кафе «Автоматум», но почему-то фотографии были все какого-то, честно говоря, так себе качества. И печать тоже оставляла желать лучшего, поэтому красивой картины, к сожалению, не будет. Из этих трех картинок самая интересная, наверное, та, которая справа, это задняя часть этих аппаратов. То есть, если вот две левые картинки, это то, как ты выбираешь пирожное, то правая картинка, это как специально обученный персонал, да, каким образом доставляется туда внутрь товара. Во-первых, нужно было перенастраивать производство на производство фасованных неких предметов, да. То есть, аппараты по продаже предметов придумали, а производить эти предметы расфасованные не успевали. То есть, пирожное все равно должно было быть в какой-то коробочке. Какие-то конфеты, например, были на развес. Шоколад, ну да, хорошо, шоколад в пачках. Сахар, опять же, тоже, либо песок на вес, либо глыбами. В общем, сложно было непосредственно даже не с производством аппаратов, а с производством того, чем их начинять. Это одна из сложностей была. Опять же, пришли к выводу, что иногда бывает сложно и долго зарядить все эти аппараты. По времени это занимает гораздо больше времени. То есть, ты сначала их заряжаешь, поэтому аппарат находится вне обслуживания. Потом люди покупают. Сложив все это время, получается, что дешевле напрямую у этой тети было купить. Даже с учетом очереди. На московском проспекту, на Барфале, да, дешевле было, ну, обделать два. Да, 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 ну, как, хороший, хороший, кстати, да, метафт. Дойдем, тоже, Танечка, я надеюсь, если у нас не будет, так все. Да, конечно. Десять минут. Ну, бежим, хорошо, бежим. Вот тоже слева картинка ленинградская, справа картинка московская. Это уже слева еще кафе, а справа уже первый магазин, который открылся в 57-м году в Москве. Магазин, который тоже состоял исключительно из автоматов. То есть, ты у тети покупаешь жетончик и дальше его засовываешь в аппарат. Но, чтобы все это дело визуализировать... Магазин, который тоже существует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Каб кожны мог паести, як мага худшеї. Забслуговувачим персоналам наведвальник застракаюцца толькі ў касі, дзі купляе жетоны. А зараз застаецца пустіць ёго ў аутамат і отрымаць патрэбную страву. Ёсць аутаматы і для напіткав. Гэта, напрыклад, для піва. Тут можна отрымаць і гарачы кофе, малако і свежіе кандыторскіе вырыбы. А ў гэтай залі наведвальник спачатку бере спадабавшуюся страву. Можна халадную. Можна і гарачую. А затым трапляю ў касу, дзе плацець за ўсё разам. Аутамат-закусочная. Добрый святочный подарунок нинчанам. Хоть чуть-чуть разнообразить моё сухое что-то. На белорусском послушаю. Магазин показал на предыдущем кадре. Предполагалось, что аппараты по продаже карандашей и тетради будут стоять не только в детском мире, но и непосредственно в школе. Да. Ну, вероятно, стояли. Очень недолго и единичный подарунок. Вообще, в принципе, вся эта история, родившись в середине 50-х, набравшая более-менее обороты к концу 50-х, уже в середине 60-х сошла на нет. Объяснение очень простое. В 64-м году, как правило, Дмитрий Сергеевич сказал, Хрущева отстранили от власти и поменяли на Брежнева. И, в общем-то, его идея, которую пестовал непосредственно он, и это была его идея, и её тоже потихонечку загнули. Но из всех аппаратов самые популярные и известные нам это остались из торговых имен. Это те самые сатураторы и вода. Во-первых, они сами, да, самые дешёвые, копейка и три, и самые доступные, и самые удобные. Всё остальное пришло к поводу, что можно покупать какими-то другими способами. Быстренько пробежимся ещё по другим картинкам. Кстати, правой картинкой тоже приписывается 55-й год и Ленинград, на самом деле тоже нет. Кстати, пиво 250-граммовые кружки, не пол-литровые, 250-граммовые. И до середины 50-х это совершенно неалкогольный напиток считался, и даже в правилах дорожного движения не было ничего прописано. Про пиво до середины 50-х и дальше, потому что даже было деление, извините меня, в Министерстве торговых отделов по торговле алкогольными продуктами, и пиво, да. И алкогольных и пиво. И пиво, да, именно так. И, собственно, лимонадные заводы экспериментальные, они тоже были и пивными тоже. Поэтому даже в рекламе вот 57-го года про аппараты там совершенно спокойно товарищи пиво пьют. Пробежимся ещё, какие аппараты были? Бутерброды, соки, вино, горячие напитки. Кстати, соки и вино проталкивали, замещали в баках кислородом. Пиво и квас замещали блекислым газом, выталкивая сушь, соответственно. Карандаши, школьные тетради, штучные папиросы. Если мы в своём детстве уже там в 90-е в ларьках покупали по одной сигарете в школьные годы, то здесь можно было сделать то же самое с секретами. Кстати, в той же Австрии и Германии совершенно спокойно до сегодняшнего дня стоят аппараты по продаже сигарет. Единственная тонкость – айдишник. Нужно айдишник приложить для проверки возраста. Если нет айдишника, то ничего не подложишь. Мой эсконский айдишник в Германии не работал. Поэтому просилось… Выглядит совершенно одинаково. Чип одной и той же фирмы. Но нет. Приходилось брать за ногу каких-то людей с немецкими айдишниками. Они вставляли свой айдишник, говоришь им «данки шам» и покупаешь сигарету. Самое, наверное, интересное – это вот АТ-28 аппарат. На мой взгляд, я его вживую, честно говоря, никогда не видел. Пивной видел, даже пользовался. А вот масло растительное, причем внутри действительно стоят весы. И в АТ-28 эти весы еще были показаны человеку при наливе масла. Конструкция простая до безобразия. Насосом накачивается, как в сливном бачке. Наливается огромное количество масла. Поплавок все четко доверху набралось. Здесь перекрылось, больше не льется. Дальше, для того, чтобы не было разбрызгивания и перья, чтобы не отдать лишний грамм, потихонечку оно сливается в одну емкость. Из этой емкости попадает в первая, вторая, третья уже некая чаша, еще третья емкость, которая соединена с весами. Весы доходят до 322 грамм. Кстати, вот в этом аппарате еще 400 за 50 копеек, а здесь уже 322, потому что цена все-таки даже в союз менялась. И потом уже, когда бросается монетка, тогда из вот этого третьего, уже в четвертое, это тара покупателя. Причем, если ты не поставил тару, то выливается это почти в никуда. Ну, там был некий накопитель, но все равно. А время работы он долго, это судило? Не очень долго, не помню, сколько секунд. Кстати, что в аппарате по газированной воде, что здесь, ну нет, здесь нет, здесь вру, здесь не по времени. В газированной воде некий таймер, да, песочные часики, условные электромеханические устройства, зная определенное давление, давление поддерживается, зная, что за 3 секунды нальется 200 граммов. То есть никто не отмерял, просто он работал 3 секунды, с пивом то же самое. И здесь же нет, здесь по весу, по объему повесил. И, по-моему, оттуда выливалось, ну тоже какой-то ограниченный, конечно, секунд 12, что ли, секунд, что-то там, блин. Вот, может быть, ну из-за того, что оно густое, тенучее, может быть, больше. В принципе, то, что я помню, у нас не так далеко от дома тогда поставили, вот этот аппарат по продаже растительного масла. Большой популярный зал он пользовался? В основном шли продавщицы, потому что рядом с ним надо было дольше стоять, а тут... Зато продавщица могла наличить вот так. Здесь стояла, здесь баночка, стекло, а здесь-то все-таки 322 граммов. Она жила с нами в одном доме. Ага, ну так и да. Понимаешь, тогда все было очень просто, все продавцы жили, все эти... Все, сворачиваем все? Да это было бы мыть, наверное, было как пиво. Сейчас-то тяжело от жирного масла. Он был неудобен, прежде всего, для магазина. Аппараты всем были неудобны, потому что обслуживание должно было быть постоянное. Во-первых, пиво нужно было, так как консервантов там в нем не было, как сейчас, да, там, бутылка пива в пятерочке может стоять годами, если ее не купить, да. То здесь пиво чуть скисло, соответственно, все это дело промывать, чистить, хлорка, вот это все. Да, 2-3 дня и все. С маслом ровно то же самое. То есть обслуживание этих аппаратов... Арина, правильный, кстати, пример. Проще и дешевле было придумать и сделать, как со станцией метро, горизонтальный лифт. Но очень сложно и напряженно, и неудобно, и дорого обслуживать. Хорошая метафора. Рука моя. Аппарат настоящий. Стоит Т-255-й, живой, вполне себе работающий. Кружка действительно моется. Там вот в закрытом ной кружке тоже переворачивается. Нажимается кнопка, он моется, все здорово. Стоит в Тарту на пивзаводе «Аликок». Стоимость экскурсии, да, у них тоже ностальгия. Они унашли, причем рассказали мне, где это в Тарту стояло, где они унашли. Очень милый тоже, да? Вот. Хлебобулочные изделия мне подсказывали, что в переулке Ильича на углу с загородным стояли такие аппараты, и стояли такие аппараты в 70-е. С гороховой. С гороховой, да. С гороховой, да, виноват. А сюда у нас что выходит? Он же такой в Г-образный у нас. На загородный что выходит? Выходит. Кто она? Выходит, выходит. Он и сюда тоже выходит. Выходит уже. Он же такой, вот. Ты точно должен сказать. Он был в одно время единый. Вот. Потом опять делили. Да, вот. Вот. Вроде как там стояли. Не знаю. Люди мягкие. Нет. Так было не аж как бы выучили. Ну вот это вот. Ну вот запомнили, что там точно стояло. Причем картинки тоже вот разные там все. Так. Жим вперед. Горящие сосиски. Соответственно, у нас не было такого количества булки, которая засыхала, потому что ну не было булки, которая вот резиновая. И такого количества сосисок. Вот. Поэтому эти аппараты тоже не покатили. Хотя были. Ну и как это было у них, да? Во-первых, фотография офигенного качества. Сейчас потихоньку. Из шестидесятых пойдем в тридцатые. Яйца. Причем яйца вот здесь вот в коробочках. Я-то, конечно, педант. Хотел следующей картинкой поставить, что у нас торговля вот этими вот штуками на три десятки яиц привез только во второй половине семидесятых. До этого они у нас лежали или в опилках, или в сене. Есть у меня фотографии показать. Но не стал, да. А здесь у них все уже нормально. Начало шестидесятых уже такие вот контейнерики одноразовые, я уверен. А девушка наливает виски. Там все четко. Самый правильный аппарат у нас таких не было. Ice Cold Whiskey, причем. У нее пластиковый стаканчик. Кстати, были у нас аппараты не только под стеклянный стакан. У нас были аппараты под бумажные стаканчики. Но производство бумаги в Союзе не успевало до тех размеров, которые нужны были для... Он разваливался, я мороженое помню, да. Интересный аппарат тоже показывает. Здесь, во-первых, выбираешь номер товара, номер набирателя похожий на телефонный. То есть клавиатуру не придумали, а номер набиратель, соответственно, уже был. И вторая штука, ты ее берешь холодную, и здесь микроволновая печь, ну, некая печь, да. Ты ее засовываешь туда и разогреваешь, и можешь принимать пищу. Ну, справа, соответственно, пиво, но с пивом все нормально. Причем, у нас темных сортов не было, у нас только для светлого пива, это было прописано, что только светлые сорта пива. У них совершенно нормально темные сорты. Пятидесятые опускаемся ниже, пожалуйста, сосиски у нас не пошли у них работало. Это Германия, горячий кофе справа, тоже пластиковый, по-моему, или нет, бумажный, наверное, все-таки стаканчик. Бумажный стаканчик. Тоже пятидесятый суп, больше всего у меня на этой фотографии радует, что здесь открывашка, то есть у тебя поваливается суп в закрытой баночке, здесь, конечно, нарисованы тарелочки, но, тем не менее, здесь стоит открывашка, и ты можешь его прямо здесь открыть. Ну, камбл, соответственно. Те же пятидесятые годы слева Германия. Один из вариантов применения торгового аппарата, это рядом с витриной магазина, соответственно, в нерабочее время. ночью. Один из вариантов применения, кстати, торговых аппаратов, почему-то не знали, что можно делать круглослышный магазин, работать ночью. Вот это именно как плюс, да, зачем, как плюс было, вы можете купить там хлеб, пиво и все что угодно в любое время. С правой стороны они купили уголь, это Лондон. Это тридцатые, молоко, холодные напитки. Причем там и там Америка не стала ставить фотографии тридцатых из Германии. Мужчина, похожий на одного австрийского художника, ну, мода такая была, покупает букет цветов, то есть такой же аналогичный. Кстати, по виду очень похож тот, который вы вспоминали аппарат по пшиканью. Такой же, только вместо зеркала букетик. И вот мужчина в виде художника покупает этот билет. Этот букет, конец тридцатых годов в Германии, он из разных соображений не стал ставить эту картинку, но он тем менее рассказал про меня. Двадцатые годы, двадцать седьмой и двадцать шестой, соответственно. Штаты, фруктовые наборы, кстати, в Англии точно до сих пор популярны и действительно они у них продаются, вот именно пластиковая коробочка с нарезанными фруктиками, совершенно нормально. Обещал, да, справочная АСО-3, шикарная штука листающая, да, я сказал емкость 52, среднее время выдачи информации 9 секунд, масса 115 килограмм. Я что-то не думал, что он такой тяжелый. Справа вверху, кстати, я думаю, это либо АСО-1, либо АСО-2, там вертикальная книжечка, по-другому расположенные кнопки, не посчитал сколько, честно поленился, вот, и вертикальные книжечки стояли, и в Пуково стояли, и на вокзалах, и здесь стояли. Миша, ты знаешь, что АСО-1, наверное, на вокзалах стояли в различных учреждениях? В учреждениях? Да, да, просто как справочная информация, естественно, и она же автоматическая система Тулсона. Я так понимаю, до монет, до жетонов. Четыре минуты. Четыре минуты? Ну, кто-то же хотел на жетоны посмотреть. Ну, во-первых, про монетоприемник, ну да, либо про жетоны, либо про монетоприемник, у нас был почти заготовленный способ, вот, чтобы нам ребята из музея советских игровых и талантов рассказали, как работает монетоприемник, но нет. Поэтому 15-копеечные, 1- и 3-копеечные совмещенные, 5-копеечные, метрошные, все, которые мы помним. Почему гнуты и юбилейные? Гнуты, понятно, они просто физически не залезут. С юбилейными здесь маленькая подсказка. Масса 15-копеек обычных 2,7. Юбилейные, единственная юбилейная монета 15-копеек, 67-го года, она весит 3,4. Соответственно, не прокатывает. Вот они, жетоны. Жетоны выпускались в 30-х, во второй половине 40-х, в 50-х и использовались до, соответственно, года, так, наверное, до 77-го. Огромное количество людей, в том числе ленинградских исследователей, занимаются этими жетонами. Все форумы завалены их спорами. Это время от времени выходит в журналах. Слева это страница из каталога с примерной стоимостью. Правда, не знаю на какой год, я думаю, лет 10, наверное, уже это бумажки. Они друг с другом спорят. Единственное, что вот здесь точно и однозначно, народный комиссариат внутренней торговли, и это Министерство торговли. То есть это, соответственно, до 46-го года, это после 46-го года жетон. Это вот все, что мне понятно. Жетоны были ребристые. Соответственно, ребра разные ширины, толщины, разное количество этих ребер. И каждый жетон стоил раз в день. Один там 10 копеек, другой 30 копеек. Именно поэтому, что нужно было из денег переводить в жетоны, потом эти жетоны засовывать в аппараты. Более того, были интересные случаи, когда, например, жетоны в нескольких аппаратах, одинаковые жетоны номер 5 в разных местах, где-то стоили рубль 15, а где-то 4.50. И тут людям перло, да? Вот. Митрополитеновский жетон. Сначала в наш митрополитен ходили по билетам с 55-го по 58-й. В 58-м начали появляться тестовые турникеты на Нарвской, потом на всех остальных станциях. До 61-го года в ходу 50-копеечной монеты не было, поэтому в турникетах использовали жетоны. В 61-м году все турникеты переоборудованы по использованию 5-копеечной монеты. Десятикратная деноминация, бла-бла-бла. Слева, соответственно, ручная проверка. Справа один из первых турникетов на Нарвской. Никакого ставления в центре не было. В 53-м году быстро смотрим. В 56-м году тоже быстро смотрим. Вот, 50-копеечные монеты и там, и там. Пытаются, делают пробные выпуски монет 53-го года, 56-го года. В конечном итоге 58-го пробный выпуск. Вот такая штука есть в музее. Если я в первую часть лекции рекламировал музей советских кроевых автоматов, то вот здесь я должен был медленно и печально рекламировать, вернее весело. Музей Гузнака. Музей денег Гузнака прям вот всеми руками и ногами. Идите, смотрите, идите еще раз. Оставайтесь на целый день, возвращайтесь, смотрите. Шикарное место. Вот по шикарности равно вот прям вот. Можно, там, кстати, не очень далеко. Это, конечно, для Петропавловки. Петропавловка, да, конечно, для Петропавловки. Реально очень рекомендую. Прям шикарное место. И то, и другое. Нашим героям. В 53-м, 56-м, 58-м пытаются экспериментировать с разными сплавами, из которых делают монеты, чтобы они не магнитились, или, наоборот, магнитились, чтобы они как можно дешевле получились в производстве, в изготовлении. И, опять же, для того, чтобы использовать их в том числе. То есть, в общем-то, реформа 61-го года, там много, огромное количество предпосылок не было и к реформе 47-го года. Выпускаю все, но одна из предпосылок – это именно использование в автоматической торговле. К сожалению, Хрущеву не получилось сделать реформу сразу после смерти Сталина в 53-м. В 56-м тоже не прокатило, в 58-м не прокатило. Дотерпел до 61-го, поругался с министром финансов. Он был заявлением о поставке. Там долго и интересно, я надеюсь, можно рассказывать тоже про это дело. Но либо на отдельную лекцию, либо сейчас бегом-бегом. Но 61-й год, монеты, которые пришли в обращение, естественно, ни двух, ни трех, ни пяти рублей, которые тестовые были, вот буквально, вот, рубль два, три, пять, они не появились. Весь остальной дизайн остался примерно такой же, разве что год написан здесь маленькими цифрами, не 15 на 20 копейках, а те, которые появились, квадратными. Ну и 82-й. Все четко. Одна копейка, три копейки, 15, ну, соответственно, главные герои сегодняшнего дня, 15 копеечные, копеечные, трехкопеечные монеты, 61-й, те, которые пропали из обращения, вышли из обращения 10, 20, 15 и 5 копеечные, как я и говорил, одна, двух и трехкопеечные остались в обращении, на это можно было делать неплохие деньги. Во всяком случае, вода в аппарате стала в 10 раз дешевле. Было 15 копеек, одна либо три, соответственно. Полкопейки реальная монета, в музее денег она есть, собирались ее выпустить, но, к сожалению, пришли к выводу, что ее изготовление дороже, чем ее себестоимость в разы просто. Поэтому пришли к выводу, что выпускать не будут, но тестовая версия есть. Ну и, соответственно, реформа 61-го года, я уже так совсем бегом-бегом, вот они юбилейные монеты, обещанные, не все юбилейные мы видели. Каждый номинал, здесь только 15 копеечные, каждый номинал предложили в трех вариантах, 10, 15, 20, 50, еще и рублевый, получились не все варианты, бежим-бежим. У меня осталось полминуты, да, еще? Эту историю, слава богу, я рассказал вначале. 13 декабря 83-го года, Союз-Аттракцион, календарик на 84-й год. 9 октября 84-го, Рос-Аттракцион, календарик на 85-й. Такое косвенное подтверждение моих слов о том, что Союз-Аттракцион приказал долго жить, именно в середине 84-го, ближе к 85-го, то есть к началу 85-го года уже все было понятно. Календарик 83-го и 84-го года, Укр-Аттракцион слева, справа Армян-Аттракцион. 83-го и 84-го. Вот шикарно, на самом деле, если было больше времени, я предполагал, что я уже не буду укладываться, поищите в интернете, найдете коллекция календариков Союз-Аттракционов. Вот эти все милые крокодилы и остальные товарищи везде будут, ну все, наконец-то вы найдете. Спасибо.